Я обращаюсь и к книгам, и к няням, и к мамам, и к папам, и к психологам, и к врачам. Но последнее решение всегда за мной. Как растить надо ребенка? Нужно себя вспоминать, когда ты был ребенком, как ты себя ощущал, как бы ты себя повел в этой ситуации, как бы ты отреагировал на ту или иную ситуацию. И тогда, мне кажется, легче воспитывать ребенка. И нужно самому просто вспомнить, как лень было вставать в школу, как мне хотелось делать уроки, как хотелось поиграть, попрыгать, как хотелось, чтобы родители больше проводили с тобой времени, чтобы они замечали какие-то твои успехи или какие-то поделки или еще что-то. Поэтому просто нужно внимательно относиться к своим детям. Я все-таки люблю советы, я их читаю, мне они интересны, но какие-то советы я оставляю для тебя, а какие-то я не оставляю. Некоторые вещи нужно все-таки посмотреть в книге, посмотреть психологию ребенка, как вот в этой ситуации разряжать его. Вот по этой теме просто каждый дайте совет. Вот как чувствуете вы, как вы воспитываете своего ребенка? Вы сами никогда не играли на фортепиано, его все-таки решили заставить? Или вы спросили его, он сказал, что я не хочу, вы вспомнили, что вы тоже это в детстве не хотели, и оставили эту задумку. Как у вас это происходит в семье? Я, конечно, хочу самое главное дать совет именно по теме, по нашей сегодняшней, это кто воспитывает наших детей, кто нам дает какие советы, прислушиваться к ним или нет. Для меня самое главное, вот я всегда останавливаюсь, когда я хочу что-то сказать, сделать замечание, вспоминая себя. Как я вот чувствовала себя в этой ситуации? Вот вспомнить себя ребенком, как тебе хотелось попрыгать, побегать, поиграть? Они от нас ничем не отличаются. Дети, они все дети, неважно какой они национальности и в каком статусе их родители находятся. Дети, они все одинаковые. Поэтому вспоминайте себя в детстве и также относитесь к своим детям.